здравствуйте дорогие друзья я приветствую всех кто вместе с нами совершает замечательное путешествие в мир библейских историй мы с вами продолжаем цикл встреч под общим названием библейские открытия и мы знакомимся с 30 отрывками из священных писаний которые раскрывают нам основы библейского вероучения при этом главная цель наших встреч это духовный рост под влиянием божьего слова для этого мы вместе читаем писание мы помогаем друг другу понять библейскую истину мы ближе знакомимся с автором библии самим богом и кроме того на наших встречах мы учимся также пересказывать библейские истории это дает нам возможность делиться этим благословением с другими людьми чтобы и они также могли поближе познакомиться с богом давайте открывать наши сердца для бога чтобы он преображал нашу жизнь изменял наш характер наши отношения с ближними давайте учиться по-настоящему жить с богом и так на предыдущих встречах мы узнали о том как бог создал наш мир как в эдемском саду был совершен первый грех как зло нарастало на земле и господу пришлось устранить с лица земли тот безнадежно падший мир на всей земле оказалась только одна праведная семья семья ноя и господь сохранил жизнь этой семье чтобы через нее заново населить нашу землю в этой семье через несколько поколений родился авраам и от него бог произвел особенный народ израиль долгое время этот народ находился в египетском рабстве но затем господь с помощью верного моисея вывел их из египта и дал им свои законы мы с вами узнали также удивительную историю об одном человеке по имени иов который жил на востоке и испытания которые пришлось пережить и его открыли нам невидимую борьбу между силами добра и зла что ж время шло израиль уже населил большую часть обетованной земли и захотел быть царством со своим царем господь дал им царя саула который возглавил народ в противостоянии враждебным соседям одними из самых неприятных соседей были филистимляне этот народ занял самые плодородные земли ханаана и оттеснил израильтян в горы и на протяжении многих лет всячески их притеснял в одни царя саула в небольшом городке вифлиеме рос юноша по имени давид он был младшим из восьми братьев и был пастухом овец в это время происходит очередное обострение отношений с соседями филистимлянами предстоит прямое военное столкновение троих старших братьев давида призывают на войну на поле битвы сходятся две армии и здесь происходит нечто примечательное в древности в тактике полевых сражений была одна традиция поскольку на войне обычно погибало очень много мужчин и это было не выгодно ни одной из сторон на поле сражения по обоюдному согласию могли сойтись два воина и решить исход битвы так поступали когда силы были примерно равны естественно каждая из сторон выставляла самого сильного воина из своей армии в нашей сегодняшней истории происходит нечто подобное могучий филистимлянин бросает вызов армии израиля он выходит и бросает свой вызов поражает описание этого воина по самым скромным оценкам его рост составлял 2 метра 72 сантиметра а скорее всего его рост приближался к трем метрам его броня весила около 60 килограммов один только железный наконечник его копья весил почти 7 килограммов в вооружение голиафа также входило медный шлем на голове его медные наколенники на ногах его и медный щит за плечами его а также большой меч кроме того сказано что голиаф был воином от юности своей а значит он был профессиональным военным который получил подготовку еще с детства ну а раз до сих пор он был еще жив то воином он был и вправду неплохим учитывая регулярные боестолкновения в те времена израильтяне в течение 40 дней таким образом вынуждены были в ужасе наблюдать за вызовами и смешками голиафа но противопоставить ему никого не могли и вот при этих обстоятельствах юный пастушок давид приходит к армии израиля чтобы проведать своих братьев и эта история очень важна сегодня для тех кто стоит перед серьезными вызовами сталкивается с неразрешимыми проблемами по человеческим меркам в каком-то смысле каждому из нас противостоят свои великаны давайте при чтении размышлять о том где мы можем найти источник силы чтобы неразрешимые проблемы разрешались силой божьей и так сегодняшняя тема называется давид и голиаф и мы будем читать отрывок 1 книги царств 17 глава и давайте будем внимательны постараемся понять глубокий духовный смысл этой истории и при чтении пожалуйста обращайте внимание на то что этот текст говорит нам о боге о его характере о его отношении к людям что эта история открывает нам о давиде и о его вере и постарайтесь также понять каким решением жизни призывает вас сегодня господь через эту историю после чтения поделитесь в группе своими открытиями и в процессе обсуждения нам помогут вопросы которые вы получили на ватсап и вы можете также найти эти вопросы в описании к данному ролику божьих благословений всем нам